Автомобилисты сменили летние колеса на зимние, а прохожие утеплились. Зима заявила о своих правах уже в середине ноября. Столбик термометра опустился ниже нуля. Снег пришел на смену дождей, и самарцы уже делают прогнозы на предстоящую зиму. Теплое, как в прошлом году. Тут уже три года у нас тепло. Долгое, холодное. До минус 35 точно дойдет. Ночью еще холоднее будет. Минус 38. Как апрель окончится тогда еще? Мне кажется, зима будет теплой. Будет вот такая вот слякоть. Сильных морозов, мне кажется, не будет, потому что птички прилетели не рано из леса. Много снега, но тепло. Из него можно лепить снеговиков. Светлая, чистая зима. Я сегодня очень порадовалась вчера, что светлее стало в городе. Вот снег выпал, вроде теплее и светлее. Это радует. Больше 18 не будет, я так думаю. По причине того, что... Ну, как вот сейчас я вообще смотрю и слежу за вот этими погодными явлениями. И, в общем-то, на сильные холодные уже не рассчитываю температуры. Снежная, теплая, но не очень морозная. Ну, 20-25, всяко может быть. А что, холодно, что ли? Мы не замерзаем. Пожилые люди не мерзнут. Мы привыкли. В отличие от горожан, Самарская метеослужба такие долгосрочные прогнозы погоды не делает. Говорит, наука в этом вопросе пока бессильна. А вот как сложатся ближайшие 7 дней, судить вполне можно. И в ноябре, говорят синоптики, погода сюрпризов не преподнесет. Как правило, норма, да. Есть года, где, допустим, отмечается там абсолютный минимум. Ну, а так, как правило, это все в пределах нормы. Да, есть года с теплым ноябрем. Допустим, есть года с ноябрем, где температура достаточно низкая. В четверг и пятницу на этой неделе Самару и область атакуют очередной циклон. Осадки неизбежные. Причем снег будет идти то сухой, то мокрый. Возможен даже дождь. Ветер усилится. Температура воздуха в ночь с четверга на пятницу будет колебаться от нуля до минус пяти. Днем в пятницу ожидается от плюс трех до минус двух. Такая же погода сохранится и на выходных. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.